Уважаемые коллеги, мой доклад будет посвящен вернущей пенсионной реформе, хотя я понимаю, что это абсолютно не место нашего площадка для каких-то высказываний на эту тему. На мой взгляд, эта ситуация имеет как плюсы, так и минусы. Но она вызывает перевозу вот почему. Дело в том, что вы все прекрасно знаете, что 530 тысяч человек в России ежегодно заболевают, рак, рометриск, исчезнет, умирают в ближайшее время. Слава тебе, Господи, народ вздрогнул и начал заботиться о галактике. Все слышали про смертных и сердечно-сосудистых болезней, и Старцовы уже докладывают, что вроде как теперь это лак, но инсультное что-то сдвигается, но не имеет давление, народ кухнув на номер, и слава Богу, мы начали готовиться к старости. А вот заботы об интеллектуальном долговетии, по-моему, у нас нет просто в принципе. Поставить мне радость, память у всех плохая, и поэтому это как-то вроде ничего. Когнитивные функции, о которых сегодня я буду в основном говорить, я думаю, что в этой уважаемой аудитории не надо перечислять все их приятия, память, внимание, в общем, все, что касается международных. А вот такой пейзаж у нас в России по уровню заболеваемости, церебровоскулярными заболеваниями, это вообще кошмар. Видите, как растем, и в принципе, в общем, особо ничего и не делаем. К сожалению, печальная реальность, что к 70 годам у среднестатистического человека уровень его интеллекта, спад его интеллекта от первоначального уже идет к 70%. Причем при прочих равных, я, конечно, понимаю, что это очень общие такие грубые вещи, но при прочих равных, чем выше был интеллект, тем больше меньше выражен его спад. А уровень интеллекта абсолютно прямо коррелирует с продолжительностью жизни. Низкий уровень действительно напрямую связан с низкой жизнеспособностью, причем это по всем параметрам. И об этом заботятся очень многие нации-долгожители. Вы знаете, в Грузии, в Японии, в Италии самые долгожители большие живут, и поэтому вот не так давно у нас в университете был семинар японско-российский, где японский профессор Хидитоши Эндо из Национального центра геронтологии 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 в Японии рассказывал о программах, телевизионных программах для пожилых японцев, помните, повоз, пожилые, это 60 лет, где в игровой форме показывают физические упражнения с коммунитивным тренером. Вот это так здорово, но просто замечательно. А разработано специально для тех людей, которые уже достигли 60 лет. Больше того я вам скажу, я давно связана с разными благотворительными фондами, которые работают у нас в Питере. В Хэссиде это тоже есть. Если мне дадут 2 минуты или 5 минут после выступления, с удовольствием покажу, как это делается, это элементарнейшие техники, и это очень красиво, то есть это не только в Японии, у нас тоже это есть. Но как-то вот очень красиво и очень красиво. К сожалению, цена перестроить. К старости можно надеяться на себя и на своих близких. Но к старости надо готовить и себя, и своих близких. И если мы вспомним о программах подготовки к кремлевских старцев, то они очень хорошо готовились на организме к старцам. И питание в аппаратах второго дела, не из манной каши, не из макарон. И бобовые там были, и контроль давления, и определенные досмотры, и скульптура. Они очень редко выходили на пенсию. Выход на пенсию. Ключевое событие старости. И вот даже если его воспринимают положительно, как наступление долгожданной свободы, то тут очень интересная вещь есть. Женщина, которая выходит на пенсию, ее куда-нибудь припашут обязательно. А вот когда мужчина выходит на пенсию, если он не очень понимает, что он будет делать дальше, он очень поизвенит. Ну, вы все знаете, что вся психотерапия, это в некотором роде искусство вопроса. Сейчас задам вопрос, который оставлю без ответа. Пусть каждый отвечает сам за себя. Если генетика по повышенным нарушениям неблагоприятная, продолжать работу или не продолжать? А вот ответ. Работа не когнитивный прием. И цена ошибок на работе может быть очень даже велика. И мы с вами видим иногда, когда действительно эти ошибки люди делают не потому, что это халатность, а потому, что это церебровоскулярная болезнь. А вот собственное исследование. Мы проводили исследование пожилых пациентов и спрашивали, кто из них хочет трудиться. Две трети пожилых пациентов хочет трудиться. Половина из них может по состоянию здоровья. Вот эти люди, это продукты того самого 20 века, которые просто заточены по тому, чтобы ходить на работу в любой должности, лишь бы вот что-то делать. Это здорово, что это так. Но когда вот моя диссертантка это исследование закончила, мы увидели, что даже небольшая работа, она приводит к тому, что показатели по депрессии улучшаются. Можете себе представить? Без таблеток. Почему? Целеполагающая деятельность улучшается, когнитивные функции улучшаются. Но трудовая реабилитация пенсионера – это целая стратегия, ориентированная на труд, приносящие радости. На Западе есть в геронтологических центрах и пансионатах такая должность называется «оккупационный терапевт». Это не имеет никакого отношения к терапии. Это психолог, который приходит к старцу и спрашивает «Вот список работ, что тебе нравится? Цветы выращивать, огород копать или что-то еще?» Причем дают работу тяжелую, ну в смысле по нагрузкам, и легкую, потому что пожилой человек сегодня хорошо себя чувствует, а завтра хуже. И вот эта работа как раз, хотя бы недолго, но в охотку, она действительно хотя бы час-два в день, она приводит к тому, что кто не работает, может быть старше, депрессивнее своей возрастной группы. Ну вот, фигура вам известна всем. Когда человек живет на автомате, его мозг начинает быстро преждевременно стареть. Надо вставить задачи. Вообще вот цитаты – хороший способ отдать свою мысль к чужой ответственности. Генеральное направление наших действий при благоприятном старении без когнитивных расстройств – это сохранение оптимальной для данного человека, вот не зубовным скрежетом, трудовой деятельности. Очень важное условие наличия цели в жизни. Вспомните, сколько жили Кирилл Авров, Ростропович, Лихачев. Почему? Что у них здоровье было прекрасное? Да нет, они лежали в наших же больницах. А почему? А потому что было зачем? Помните, Ницше, у кого и зачем, поднайдет и выдержит любое как. И вот эта цель, она держала их на плаву, и, между прочим, когнитивные функции. Более того, ну не все залетают так высоко, но абсолютно доказано, что некоторые виды трудовой деятельности увеличивают временную перспективу пожилых. Лесники, дирижеры, священники, философы, они живут дольше. И когда пенсионер сажает свой помидор в мае или в апреле, он планирует дожить хотя бы до созревания этого помидора, верно? Вот вам цель, полагающая деятельность. С годами, конечно, меняется нейродинамика. Снижается скорость мышления, многостаночность, способность к долгой концентрации внимания. Если это компенсируется опытом, если это клинически незначимо, это называется доброкачественная, старческая забывчивость. И из нее совершенно не обязательно произрастет деменция. У процесса старения памяти два периода, это известно. От 60 до 70, когда совсем еще юный пенсионер, и от 80 до 90. А вот восьмой десяток, период относительной стабильности. И вот здесь, конечно, временная память страдает больше, чем долговременно. Очень важно роль воспоминаний. И когда пожилой человек говорит, вот как было тогда, когда батон стоил 13 копеек, и так далее, и так далее, сделайте ему метод работы с биографией. Он просто заказывает вам эту методику. На пенсии, в период уменьшения интеллектуальных, эмоциональных, физических ресурсов, воспоминания помогают пожилым людям сохранять память, самооценку, пускай даже это будет звучать объективности, когда они идеализируют, оправдывают свои события прошлой жизни. Метод работы с биографией – хорошая психологическая методика, которая позволяет человеку объяснить не только какие-то смыслы своей жизни, но и выровнять отношения с тем, кто эту биографию слушает. И мы делали биографию в многих хасадах России, где слушал юный человек, слушал молодой, и отношения у этого молодого со своей собственной бабушкой, может быть, выравнивались, потому что, понимаете, бабушка-то оказывалась не старой маразмотикой, а совершенно героическая. А это очень важная вещь. И эта методика, которая проста до безобразия, я в конце дам электронную почту, кто хочет, могу просто прислать ее по электронной почте, естественно, бесплатно совершенно. Поэтому имейте в виду, просто, может не быть ни денег, ни счастья, ни здоровья, ничего, а вот биография есть у всех. И это выравнивает проблему эйджизма. Вы знаете, что противопоставление молодых и пожилых сейчас жесткое такое противопоставление. И тут с ним надо действительно что-то делать. Это наши российские данные. Лишь 30% молодых дают позитивную оценку старого. Причем я имею в виду не конкретного внучка, а конкретной своей бабушки. Как вы думаете, у них могут быть плохие отношения. А просто молодежь и просто пожилые. И лишь 15% пожилых положительно относятся к молодежи. Как вы думаете, почему? Это такие глубинные процессы, которые даже не всегда осознаются. Когда пожилой смотрит на молодое тело, о чем он думает? Какие хорошие мысли везут ему в голову? А то, что такого никогда не будет. А когда молодой смотрит на вот такой старческий лом человеческий, о чем думает молодой? Даже если это просто чужой человек, чужой пожилой. Почему они не любятся даже смотреть на пожилых? Напоминанием о чем являются старики для молодежи. Не о том, что я таким же буду. Да нет, поднимайте выше. А смерти? Слушайте, вот у меня съедает он некоторые слайды. Я не понимаю, почему у меня такого не было. Кризис позднего возраста. Это тоже проблема, которую надо решать. От 60 до 65 лет. То ли я хотел, чего достиг. И вот здесь тоже метод работы с биографией показывает, что действительно много чего было хорошего. Когнитивные расстройства могут быть не обязательно при предстарческих каких-то делах, дегенеративных или сосудистых. Они могут быть при тревоге, при депрессии, при астении, при истерии. Они могут быть на фоне соматических болезней. И меня умиляют иногда кафедры семейной медицины, которые обследуют всех, скажем, на ММСЕ, шкалу Альцгеймера и получают колоссальнейшие данные, что когнитивные расстройства просто у каждого второго. Забывая про то, что у молодого человек, у нас с вами могут быть расстройства, если мы в данный момент в стрессе, было исследование на тревожных мамочках, у которых дитё сейчас идёт на операцию. Пустяшная была операция, совершенно там никто не мог даже померить на 15 минут. Так вот у мамочек, у этих, значение когнитивного снижения доходило до степени Альцгеймера. Понимаете как? Естественно, когда всё хорошо заканчивалось, всё проходило. Поэтому ориентироваться на тесты, как Губачёв говорил, «Тест думать не умеет, а доктор должен». Если жалобы есть, а в тестах норма, надо помнить, что у когнитивных расстройств, до клинических период до 15 лет, затем лет 5, время лёгких когнитивных дисфункций, забывчивость, но интеллект и критика при этом сохранены. А вот дальше, в зависимости от любви кошелька окружающей среды, 5-10 лет деменции. И чем раньше мы начнём профилактику, тем лучше всё это дело будет. И прогноз будет лучше для данного человека. Всем известны факторы риска дегенерации центральной нервной системы. Это возраст, генетика, но есть менее известные хобу, и вообще любые виды гипоксили. Ожирение, метаболический синдром, гипотириоз, диагноз, ну и приём лекарств. Бензодиазопины, корвалон, которые так любят наши бабушки. Я уж не говорю про холинолитики, которые прямо бьют по памяти, а метрапсилин имеет холиновый хвостик, а таракс тоже. Дефицит B12 фолиевое железо, но это вот задержало обиду. Потому что это мы можем поправить, это к фолиевое копейки стоит. Но тревога, депрессия, астения, бессонница, а потом они очень мучают врачей общей практики. Это телефон доверия, бесплатный, анонимный, круглосуточный. И для пожилого человека иногда это реальный способ бесплатной курсовой психотерапевтической помощи. Звони хоть каждый день, трудно дозвониться, конечно, но зато у нас там сидят не добрые волонтёры, как во всём мире, а профессионалы, медицинские психологи и психотерапевты. В самом начале лёгкого когнитивного расстройства вот где надо меры-то принимать. Жалоб-то почти нет. Но у кого нет из-за жалоб на память? Единичные ошибки в тестах. Они прекрасно делают, я в прямом мысли не говорю, это серьёзный тест, он заточен вообще под Рейсгеймера. Адаптация дома на работе сохранена. Но если здоровый пожилой человек без когнитивных расстройств нуждается в 3-5 секундах, чтобы отреагировать на ваш вопрос, то больной с умеренным когнитивным расстройством вдвое больше тратит времени. У американцев есть великолепные два скрининговых тестов. Просты до безобразия. Скайп и юмор. Не можешь освоить скайп. Вот никогда тебе и не надо его, а когда надо, но не можешь. Не получается. И юмор, когда человек теряет возможности, где смеяться в данном анекдоте. Причём, что у тревожной мамочки, у которой болеет дитё, что у старца геронтологического, это способность смеяться в анекдоте, она будет очень изменена. Жалобы на память есть у 2-3 здоровых. А вот там, где память страдает серьёзнее, вот если это уже меньше 24 по ММСЕ, пациента уже не жалуются, даже скрывают. Но ММСЕ это грубая очень методика под серьёзные когнитивные расстройства. А вот сосудистые гораздо лучше выявляют другие тесты. Я сейчас вам расскажу. Или тесты с нагрузкой. Сейчас нам, какие тесты, которые уже а-ля когнитивный тренинг. Но часы все знают, кто с рисованием часа. Теперь представьте себе, как будет выглядеть 2 часа, если вот тут вот так всё будет красиво. Или лобные тесты на обобщение. Яблоко, сливы, стол, груша, уберите лишнее. Беглась речи за минуту. Сейчас про него скажу. Побыстрее, рубанка, чуть подальше. Повторение серии движений рукой. Кулак, ребро, ладонь. Помните все? Кулак, ребро, ладонь. Повторите. Реакция на выборы ритма. Я ударю раз, а вы ударите дважды. Или я ударю дважды, вы ударите один. Это действительно достаточно лёгкие вещи, но больные затрудняются это делать. Умеренное когнитивное расстройство. Теряется кратковременная память. Снижается способность к обучению. И это очень красиво видно, когда дедушка дарит новый мобильник. Он лучше, тут такие здоровые кнопки. Там с разбега прям попадаешь. Да, но это не моя старая Nokia, которой тысячу лет, и которую я уже с закрытым глазами вижу. Вот она, способность к обучению. Это не на какие-то курсы там он не идёт. Мини-кок. Элементарный тест, который каждый доктор вообще на приёме может себе позволить. Сейчас вот в геронтологическом центре на фонтанке 148. Это вообще сёстры делают на паску. Сейчас я вам скажу три слова, слова любые какие угодно, только недлинные. Дом, ножницы, облако. А теперь вот он здесь бумаги, нарисуйте часы без 10-2. А если нет желания рисовать, перечисляйте мне все слова на букву С. Или на букву Х. Помните, тосты на обобщение. Или всех зверей, которых вспомните. За минуту надо набрать хотя бы 10. А вот я буду зубы заговаривать минуту-две, а потом скажу, а ну-ка, какие я вам слова сказала в самом начале? И заметьте, вот так как я и сделала, сейчас так и надо делать. Нет, я вам сейчас скажу три слова, запомните их или там, повторите их. Нет, мы проверяем кратковременную, мимоходом. Если больной сломался на словах, или не предъявил вам там 10 зверей, то это ещё в медицине один не статистика. Обратный счёт. Это кусочек того самого теста на ЭК, который все знают. Сейчас я вам скажу три цифры, уважаемый пациент. 6, 2, 1, повторите. Конечно, повторите. А обратно. 1, 2, 6. Я скажу четыре цифры. 3, 9, 5, 1, повторите. А обратно? Вот четыре цифры туда и обратно. Должен гонять с одного раза любой человек безумеренного когнитивного устройства. Хотите глубже, хотите красивее, хотите для диссертации, делайте манреальскую шкалу. Это то же самое, но расширенный вариант. А вот это вот, это вот то, что просто до безобразия. Тест связи чисел все, надеюсь, знают. Если нет, пришлите мне по электронной почте, я вам вышлю на мою страничку ВКонтакте. Это многие тесты выкладывают. И ещё признаки умеренного когнитивного расстройства. Обнищание речи. Если был прост, речь становится, как лодочки-людоедки. Какие-то штампы, не к силу, не в городе слова. А если был умный, то красивая, но не продуктивная речь. Вот он нам что-то говорит уже минут 5. У вас нет деменции, но вы не можете понять. Хотя все подлежащие сказуемые на месте. Психологи знают такой термин забалтывания. Депутата какого-нибудь включишь, и он иногда вот так вот красиво, литиевато, очень литературно, а пересказать невозможно. Но это не специально. Больной нервничает, он хочет вам донести мысль, а никак не получается. Без инициативность, пофигизм, внешне благодушная, а на деле такое вот отстранённое. Вообще вот, когнитивное расстройство начинается с поиска нужного слова. Не улыбайтесь, у всех бывает, когда слово забыл, вертится на языке. Но когда 5 раз в день, надо бы подумать, а может быть покормить себя какими-нибудь часовскими схемами кремлёвской медицины. Пациент не в состоянии быстро выразить то, что ему хочется. И ещё один красивый симптом. Это не плюшкин. Это не то, что вот всё заросло всякими старыми вещами. Но люди стараются не выбрасывать на всякий случай старый счёт, документ. Я потом разберусь. У начальника появляется особый ящик, куда складываются документы на потом. Секретарь потом этот ящик просто выбрасывает, потому что руки до потом не доходят. Человек оставляет вещи в непривычных местах. Да, мы тоже можем забыть, потерять запросто. Но когда вы открываете холодильник, а там утюжок, скажем, лежит или шарик, это уже похоже. Устранение отделов. Мама, сходи, пожалуйста, в сберкассу. Может, доченька, ты сама отвечает мама. Но вот принцип волонтёрских организаций не приходить на помощь, пока он может сам. Понимаете, не подавать стакан воды, пока может сам. А вот нам, где нужны родственники, уходит деликатность поведения. Человек режет правду, матку, становится грубым, прямым до безобразия. Самый вежливый, самый замечательный. Эгоизм старости. Сын 60-летний жалуется. Мама все котлеты съест, а мне одну лапшу оставит. Какая мама все котлеты у своего мальчика съест? А сам-то пациент этого не замечает. Поэтому обязательно нужны при признаках когнитивного снижения свидетельства родственников и резонскую шкалу, наверное, вы знаете. И важна когнитивно-сберегающая терапия. Потому что невероятно важно пожилого человека, если мы хотим успокоить от тревоги, то не корваловым, не бензодиазепинами. Потому что они седативные, а седативные, в отличие, от когнитивно-сберегающих и эмоции лишние уберут. И мозги притормозят. А нам этого точно не надо. Обычно там, где раньше ставили дистеркуляторную сосудистую, сейчас ставят церебральный атеросклероз. Но вот при нем у 90% пожилых людей легкие и умеренные когнитивные расстройства. Преждевременно, перекисное окисление липидов предерта преждевременного старения. И действительно, старость всегда это борьба с перекисным окислением. Много свободных радикалов. Они усиливают атеросклероз. И поэтому нам обязательно нужно каким-то образом с этим бороться. Потому что именно терапия на ранней стадии подозревает отодвинуть все эти неприятности и сохранить свои мозги до преклонных лет. Я вам расскажу про цитофлавин, который и антиоксидант, и энергокорректор, и антигипоксан. Наш мозг любит аэробный тип тканевого дыхания, потому что его КПД больше 30 молекул АТФ. А вот когда возникает аварийное дело, я не говорю про острое нарушение цветов, конечно. Астения, усталость, причем мы с вами весенней астении будем точно так же выглядеть. При астении мозг включает аварийный анаэробный тип. И вот здесь получается, его КПД около 3 молекул. Почувствуйте разницу. И цель терапии цитофлавина максимально быстро восстановить привычный аэробный. Как он это делает? Очень физиологично. Его ингредиенты, наши внутренние метаболиты, янтарная кислота, рибофлавин, катализатор циклокрепса, никотинамид, который старые врачи на начале вместо статинов, а статина тоже скомпрометирована. Инозин, из которого просто и делается АТФ. И поэтому будем его давать в комплексном лечении церебрального атеросклероза, вот той самой церебровоскулярной болезни. Но и вспомним про него обязательно при весенней астении у нас. При вот той самой невра астении. Невра астении не ругательство, это невра с хороших людей. С повышенной раздраженностью, с утомляемостью. Потому что цитофлавин и антигипоксант еще одно великолепное место в постнаркозной астении. Кто-то из близких попал на операцию, был наркоз, все замечательно кончилось, но главный рабочий инструмент голова прокапать цитофлавин. Энергокоррекция и антиоксидантная активность. Мирное время, едим таблетки. Военная, будем колоть. Цитофлавин в таблетках, курс 2 таблетки, дважды в день на месяц. Вот и все замечательно. Можно и колоть, но колоть это уже более серьезная схема. По 10 кубов вербут, неверно капельные имейте в виду, его колят. А вот вам российские, многоцентровые, оказывается у нас тоже такое есть. На достаточно большом количестве, более 600 пациентов. Те вот самые 2 таблетки дважды в день. И что мы имеем? Память улучшается, работоспособность повышается. А поскольку все ингредиенты свои внутренние, то и безопасность цитофлавина просто замечательная. Потому что протеста, не вызывает у человека эта таблетка. Ну, исключительно, вот я бы сказала, для гастритов, кидайте ее в еду, а не перед едой. А итогом этого действия будет защита головного мозга от повреждений, от травмы, гипоксии. А у пожилых замедляются процессы атрофической, дегенеративной деятельности мозга. Никто не отменял лекарства, но образ жизни залог успеха. И поэтому чаще вспоминать пожилым людям простые факты из биографии. Ведет дневник, пишет письма, даже если звонит по телефону, болтает, уже хорошо. Великолепная методика господили Аннели на каши для пожилых людей. Вы пожилый человек стоите возле двери своей квартиры, вот что у вас по правую руку, перечисляйте все. Вот у меня тут шкаф, шкафу тумбочка, в тумбочке лежит кто-то, дальше шкаф для одежды, на верхней полке тот, а на средней забыл. Вот так вот всю квартиру свою по периметру. Вот это великолепная методика, когда ты едешь трамвая, там что-то делаешь. Очень неплохой тренинг, тоже когнитивный тренинг. Когнитивные тренинги, расскажите в деталях свою дорогу домой. Какие деревья, какие вывески. Очень неплохая методика, чтобы заснуть, обратный просмотр дня. А вот вам, пожалуйста, живой когнитивный тренинг. Тоже у меня в страничке ВКонтакте, все это вывешено, поэтому смотрите. Сколько тут физиономий? Так, а тут? Так. А здесь? А вот задача, за которой мы ставим на цикле, сразу ставим зачет. Это не я придумала, это братья Даниловы, которые приезжают из Москвы, и нас вот такими штуками сеченовского института иногда подкармливают. Ну, даже дошкольник, который не умеет читать, великолепно это дело делает. Это когнитивный тренинг, в чистом виде, поэтому это задачка на гибкость. Складывать, вычитать, ничего не надо, как вы поделите. А теперь смотрите, какой ответ. Красиво? Вот что называется, дружно посмеемся. Когда вы даете пожилому человеку такое, сначала интересно, а потом мозг начинает сопротивляться, устал. Ради бога, но в следующий раз еще что-нибудь интересное. Люди интеллектуальных профессий, которые привыкли рассчитывать на свою память, на свой ум, особенно страдают из-за потери давления, доверия к своему интеллектуальному аппарату. И Павлов, да, тот самый Павлов Иван Петрович, назвал это очень мелко, прорешенный король. Что можно сделать, чтобы на уровне доказательной медицины не прогрессировало когнитивное снижение? Вот это вот данное ужасное просто. Но уже, к сожалению, сказано, статины незначимы. Для когнитивного снижения, я не говорю про другие медицинские показания. Контроль артериального давления в додементном периоде делает погоду, после дементного, к сожалению, уже нет. алкоголь, курение, диета. Что полезно? Когнитивный тренинг очень полезен и доказательно полезно движение минимум трех раз в неделю. Причем минимум по полчаса, вот они наши десять тысяч шагов. Опять же, цитаты, цитируем, первоисточник. Ходьба и движение способствуют игре мозга и работе мысли. А с американского света геронтолога вам подарок два километра в день профилактика деменции. Какая-нибудь бабушка скажет, да я больше хожу, чем два километра. Да, вот сколько ходишь, а к этому еще два километра. Что мы можем сделать? Убрать холенолитики, которые разрушают память. И все препараты, которые их содержат. Адреноблокаторы, которые доказаны, что они депрессогенные и дементогенные, соответственно, бензодиазепины, барбитураты. И это не только корвалол, валокардин, валофернин. Это и билотоминал, билоид. Это все фенобарбитал содержащее. Убрать все виды гипоксии, нормализовать вес. К сожалению, сортаны и ингибиторы АПФ мы можем здесь давать, а вот другие снятили давление, они только действуют на давление. Сортаны и ингибиторы АПФ доказательно снижают не только давление, но и риск деменции. Регулярно, конечно, подкармливать свой мозг антиоксидантами, антинейроангиопротекторами и ноутропными препаратами. А где бы нам такое достать место, где пожилому человеку будет все? Кусок социализма в Питере существует на Фонтанке 148, где любой житель Питера имеет право до сих пор бесплатно получить очень много, что по паспорту и полюсу. И там будет аневролог, и психотерапевт, и геронтолог. И потому что лечение церебро-воскулярных больных трудное, высокая степень аккумуляции, без полипармазии трудно обойтись. Вон телефон геронтологического центра многоканальный телефон. Если пациент может приехать туда, он договаривается на отборочную комиссию, ему говорят, на какое отделение он пойдет, вплоть до психиатрического, шикарного, замечательного. Если пациент не может приехать туда, отборочная комиссия уже за денежку приезжает к нему домой. И 35% благоприятного, неблагоприятного старения определяет генетика. А вот остальное зависит от активности и от факторов долголетия. К сожалению, на пенсию пойдет то поколение, вот раньше, в смысле позже пойдет на пенсию, то поколение, которое стартовало где-то в благополучные 60-е, 70-е, 80-е годы. А вот с тех пор произошло невероятно много изменений в информационном поле. Этому поколению досталось вот переход от аналитического мышления к летному. Поколение, которое родилось в беременности, где-то страшная цифра. Сейчас, к сожалению, лишь 15% мам соблюдают абсолютную стерильность без лекарств, без алкоголя, без единых сигарет, вот полностью стерильны. Вот очень многие из людей с 20-го века думают, как это беременность, как это можно-то? Мы же вот так и жили. Да, мы тогда жили все так. А вот сейчас, к сожалению, мамашкам очень часто говорят, что он докурил это дедобеременность. Ну, не бросай же тебе сейчас, тебе будет трудно. Это кошмар. То есть, карвалол, мое воспитание не позволяет мне сказать все, что я думаю по этому поводу. А потом рождается дитя уже с не очень такой хорошей нервной системой. И алкоголь, и энергайзеры, и пубертати, очень много чего они пробуют. Вы знаете, что до 40% питерских деток хоть раз пробуют и наркотики в том числе. И в результате потом мы сейчас разгребаем вот эти пост марихуанные, пост всякие кокаиновые депрессии. Это я имею в виду не тех, кто совсем скончился, а я имею в виду тех, у кого хватило ума перепробовать, но завязать. Ну, а потом у нас очень многие свободны в самолечении, особенно психотропными средствами. Короче, это приводит к тому, что большинство наших российских когнитивных расстройств живет в старости без диагноза. Так, поставим, но нет человека, нет проблемы. Нет диагноза, нет и проблемы. А проблема-то есть, просто ее пока никто не сосчитал. Я приближаюсь к концу. Вовлечение человека в творческий процесс со всеми сопровождающими перестройками в мозге и в организме приводит к удивительной ситуации, что умные живут дольше. Предупрежден, значит вооружен. И поэтому, чем больше человек будет заботиться о своем когнитивном долголетии, тем на дольше он сохранит свой интеллектуальный потенциал. Это нужно, это важно. Я могу, если вы пришлете мне на электронную почту просьбу, прислать вам методичку, которая, ну, фактически подстрочник того, что я сейчас вам сказала. Поэтому, если кто хочет, пожалуйста, я буду рада это сделать. И еще одна вещь. Гнездила собирает семинар, если у кого есть желание, подойдите, пожалуйста, или напишите на электронную почту мне, или Александр Геннадьевич, поднимитесь, пожалуйста. Вот, к Александру Геннадьевичу подойдите, скажите, что вы согласны, оставьте какие-то свои координаты. Если вы хотите ли вы что-либо спросить. Вопрос. Да, слушаю вас. Федиатрический медицинский университет, врач-тихоневролог. Так, очень приятно. медицинский университет, психоневрологии, генетики, бывшие президентка Евгении Федоровны и Гречанова Вячеслава. Северина Вячеславовича, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы говорим о помощи возрастным людям, но мы с вами знаем, что медицина в настоящее время в самом лучшем городе Петербурге, Россия, любимая страна. Все наши пациенты, которые приходят и к нам рассказывают, когда приходят они в поликлинику в любом районе Петербурга, их вообще почти игнорируют. Им не дают никаких анализов, никаких никуда на промыть. Говорят, у нас нет номеров и вообще как бы до свидания. Вот с этим надо что-то делать. И это не я говорю, а говорит народ Петербурга. Я абсолютно согласна. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Я абсолютно с вами согласна. Кто виноват, что делать? Герцель так еще спрашивает. Ну, понимаете, наша поляна здесь, наша площадка здесь, это не политическое мероприятие. Но кто виноват? Кто построил эту медицину, вернее, я бы сказала так, кто сейчас разрушает эту медицину. Потому что сейчас у народа, у населения колоссальная тоска по врачу из 20 века, когда не было этих вот лимитов на больного, и когда врач выполнял особенности и психолога, и психотерапевта, когда врач мог выслушать больного, а не только быстро заполнить стандарт. К сожалению, врач посажен сейчас в такое, да мы все с вами посажены, в такие условия, что нам не получается это сделать. Стало правильно, стало выгодно для начальства, чтобы мы лечили, извините, более халтурно, чем мы это делали раньше. Поэтому надо ждать ответа. Тогда меморандум надо послать в Государственную Думу, в Москву, но я думаю, сейчас они поможут. Хорошо, я этим занимаюсь. Спасибо. Хорошо. Большое спасибо. Прекрасный ответ. Возвращение в проблемах. Есть ли вопросы, коллеги, еще? Еще, пожалуйста. Я прошу вас. Спросите, насчет мотивации таких пациентов, чтобы говорить о географическом методе. Возможно, что-то еще посоветуйте, потому что большинство в своем они мало заинтересованы даже никогда. Очевидно у них нарушение памяти, понимание. Все старики любят, да не только старики, мы с вами тоже любим, когда с нами говорят про нас. Начинаете спрашивать про то, а вот как ты, бабушка. Причем спрашивать в формате попросить совета. Это не важно, вы родственник или вы персонал, вы, скажем, доктор. Спросить совета вы, как мудрый человек, вы, наверное, можете ответить, наверное, в вашей жизни, что-то было. И вот если в вашей жизни, наверное, что-то было, с этого момента легко очень ваша жизнь про нее можно писать роман. Все, поехали. Старики хотят рассказать свою биографию. Они больше там, они не востребованы, они страшно переживают, что у них столько всего накоплено, а никому это не надо, понимаете. Поэтому вот только посадить кого-то. Этот наш социальный проект занял какой-то диплом на конкурсе «Единая Россия», не больше, не меньше. Поэтому это серьезная штука, это работает. Это красиво.